Мы на месте. Мы приветствуем Кристи. Интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке. Доверить ли она нам свое биополе на период сеанса? Она кивает. Хорошо, посмотри, что там внешне. Видно что-то? У меня здесь уже полная картина. Давай. Вплоть до прошлой жизни. У нее демон сидит, у которого есть контракт, и он ее душит временами. То есть не постоянно, а временами он ее душит. Это страх, который она испытывает в этот момент. Какой демон? 13. Она будет 14. Не знаю, будет или нет. Будем разбираться сегодня демон. Не знаю, не знаем. Больше ничего не мешает? Пока не видно больше ничего. Хорошо. Даю команду на счет риска. Она расканирует пространство над головой Кристи, под ногами 360 градусов вокруг нее. На всех семи тонких тел Кристи находит все. Здесь синий дракон и лизард. Еще у нее есть небольшие паутины на самом ворох. Но я не вижу. Он нашел. А, фантомная. Хорошо. Итак, у нас демон 13, лизард. И какой синий дракон? 28.71. Сколько ты находишься в этом биополе, синий дракон? И почему? Развитие изучения. Он показывает какое-то помещение. Там есть другие люди. Школа. Дети, вернее. Учебное заведение. Понятно. И какое отношение? У него есть платы там. В этом помещении? Да. А что ты сидишь в ее биополе? Выбирает, кому подключиться. Выбрала ее. И как ты думаешь, ты получил ее согласие на то, чтобы ты вошел? Или ты пошел против ее воли? Я изучаю. Наблюдаю. Чем ты питался во время этого наблюдения, дракон синий? Скажи ко мне. Платами своими. Вот. Если бы ты стояла рядом и смотрел, как она живет, это одно дело. Откуда эти платы? Они собирают эти энергии? Ты хочешь сказать, ты не питался энергиями? Они собирают информацию. Он подключен к нескольким людям там. Ну, хорошо. Значит, тогда будешь разговаривать с другой инстанцией. Сколько ты находился в этом биополе, синий дракон? Сколько года. Сколько лизард находится в этом биополе? Четыре года. И демон. Давай рассказывай, сколько ты находишься в этом биополе, какой контракт? Ну, показалось же, это прошлая жизнь Англии. 1781-2 годы. Они заключили контракт. У нас была мужчина, и ей было интересно, из чего состоит тело человека. Они раскапывали могилы. Могилы. Кошмар. И доставали тела, чтобы изучить, что внутри, так как это было запрещено. Ну, на чем? Он был врачом? Да. А зачем ему контракт с демоном, я не пойму? Я, потому что его поймали и посадили в тюрьму. И в тюрьме было мокро, грязно, темно. И тут пришел демон. И стало сухо и светло? Нет. И заключил с ним контракт, пообещав вытащить его. В обмен? Да. Но он сказал сотрудничество. Хорошо. То есть этот контракт практически не имеет конца, он бесконечный, да, с твоей стороны? Сотрудничество бесграничное. Это верно. Какая твоя конечная цель была, находясь сейчас в ее биополе? Кстати, сколько ты находишься в этом биополе? С детства? Я был рядом, наблюдал контракт. Это она тебя видела? Позволял мне. Это она тебя всегда видела в углах? Какую-то фигуру? Это больше внутри нее. Видела она разные вибрации вокруг себя. Иногда была я, иногда не я. Но мы дома ее чистили. Как ты себя вообще там чувствуешь, в этом доме, находясь? Я в ней нахожусь. У меня контракт. Хорошо. Я твою историю понял. Значит, ты вошел в нее сколько лет ты сидишь, точно? Последние пять. Пять лет. Хорошо. Контракт существовал. Я был рядом. Она тебя ощущала практически тогда с детства. Еще до того, как ты вошел в нее, да? Ты же душила ее не только... Она знала. Хорошо. Внутри она знала про контракт. Я обращаюсь сейчас к Кристи. Кристи, а вы видите эту ситуацию, вы слышите это все, понимаете, о чем здесь речь? Мне трудно понять, она в общих чертах, да. Это касается вашей прошлой жизни. Вы заключили контракт с Демоном. Я хочу его расторгнуть. Хорошо. Мы это все с ним сделаем. Начинаем с реверса энергии. В процессе работы я буду, возможно, задавать вопросы. Даю команду тонкой копии Кристи и спроецировать все энергетические сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным зачинам, получить от них, возвращается к ним. И усилив потоки в 50 раз. Резард, как ты воздействовал на нее? Четыре года. Что ты усиливал? Какие страдания? Внутренние страхи и еще отношения. К чему отношения? К людьми. Усложнял он. Как барьер ставил. Ах, вот как. А почему ты ставил ей барьер? В общении. Да, вот. В чем причина того, что ты барьер ей ставил? Она начинала нервничать, вырабатывала энергией, которой ты питался? Он показывал этот барьер, он свободное общение, свободные энергии предотвращало. Назад к ней возвращались энергии, причем они были негативные, потому что общения не получалось. Она не понимала, почему винила себя. А Лизард в курсе того, что она может сейчас сделать ему откат и вернуть эти все ощущения? И Лизард не сможет ни с кем разговаривать. Он будет испытывать сумасшедший страх. Он знает об этом? Нет, Лизард не в курсе. Мне надо это знать. А вот теперь Лизард об этом знает. Он не хочет эту информацию. Вот я хочу тебе рассказать, так как ты находишься, не я у тебя нахожусь, а ты находишься в клетке тюрьмы. Ты думал, это все безнаказанно тебе пройдет? Он пытался энергией. Ты не только питался энергией, ты вырабатывал эти энергии у нее через этот страх. Ты мешал ей коммуникации, ты активно вмешался в ее жизнь против воли души и свободному праву распоряжаться собственными энергиями. Лизард. Конечно, ему же нужно жить, расти. Для этого нужна энергия. А ты думаешь, ты в вакууме находишься, здесь нет никаких законов? Ты не должен был здесь находиться, поскольку ты находишься здесь, ты являешься ее заложником. Она вправе делать с тобой что угодно. И один из таких вариантов – дать тебе откат. Как получают гуманоиды, потом не зная, кто они такие, откуда они и так далее. То же самое я смогу сделать с Лизардом, который просто перестанет со всеми общаться. Лизард не хочет откат. Он готов вернуть все энергии, полученные от нее. По-любому мы заберем у тебя все энергии, даже без твоего согласия. Как у нас с реверсом, Вера? Закончен. Устанавливали фильтры с золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Кристия забирает все чистые светлые божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная и чистая. Один, два, три. Все, что не похитили, все, что не изъяли до последней капли, возвращает Кристия себя обратно. Она хозяйка своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Усилию потоки в 50 раз. Не возвращается белая и чистая энергия. Кристия ангела, она раскрыла крылья. Ну вот, на ангела напали. Энергии идут от нее. А тех, кто на ангелов? Сумасшедшие вибрации. Кто на ангелов нападает, те будут страдать. Лизард и синий дракон. Вот такие вот дела. Вы знали, что она ангел. Реверс закончился. Хорошо, начинаем с вытаскивания. Вот с Лизарда и начнем. Выходи. Вытаскивай свое гнездо, все свои энергии. Возвращаясь назад, доклада готовности к проверке. Она будет проведена скейнером несколько миллионов герц. Если кто-то что-то оставит или забудет, сгорит в этой клетке. Ему неприятно доставать все это, потому что ее ангельские энергии жгут его. Одно дело, когда душа не знает, и он может этим пользоваться. А другое дело, когда душа знает, кто она, от нее идут ангельские энергии. Ему неприятно, они обжигают его. Он достал свой домик. Могу тебе только больше дать ангельской энергии, Лизард. У меня точно такие же. Синий дракон, выходи, вытаскивай свои платы, отключайся полностью. Докладай готовности к проверке. Готово. Демон, твоя очередь. Выходи, вытаскивай все, что я оставил в ее биополе. И возвращайся. Он говорит, ты что шутишь? Сам вытащи. Его сожгет этот свет. А в этом плане. Хорошо, все, что на чистоте демона находится, подсвечивается красным цветом. Весь четко и ясно. У нее в ногах и возле шеи красная. Выходит, это красная, формируется в один большой шар. Все на чистоте демона выходит и формируется в шар. Наручники. Наручники, снимай их. Вышло все так. Отправляю этот шар в клетку тюрьму. Дальше у нас по плану рассинхронизации, которую мы не можем сделать без аннулирования контракта. Я обращаюсь к Кристии. Кристия, вы пожелали аннулировать контракт. Подтвердите. Да, я хочу убрать его, расторгнуть. По закону свободы воли души и свободному праву распоряжаться собственными энергиями, Кристия приняла ответственность за свою жизнь и берет ее в свои руки и выражает это намерение. Я говорю слухи, а тонкая копия повторяет за мной. Я вызываю все контрактам и договорам. Договора выходят активно и подсвечиваются. Большая книга вышла. Хорошо. Пусть повторяет за мной. Внутрием властью моего суверенного я объявляю, что по закону свободы воли души и законному праву распоряжаться собственными энергиями. Пошел возврат энергии, если таковая есть. Да, возвращаются ее энергии. Отлично. Готово. Открываем воронку в галактическое ядро. Производим сброс всех аннулированных контрактов и договоров вместе с их фантомами. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Переходим к рассинхронизации. Даю команду на рассинхронизацию Кристи с Демоном, Синим Драконом, Лизардом. Пошла рассинхронизация. До 100% заканчивается автоматически. Есть. Даю команду Скеннеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Честно. Подхожу к Кристи, помогая моей энергии отстегнуть ей все каналы. К интерферентам и их подключкам на счет 3. 1, 2, 3. Удар. Отлетает канал и отстегивается. Открывая воронку в галактическое ядро, канал улетает на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Готов. Хорошо, Демон. Контракт аннулирован. Мне больше нечего тебе сказать. Хотя. Тебя интересует эмоциональный фантом? Интересует. Могу тебе его в дорогу дать. Выходит эмоциональный фантом Кристи. Проецирует все негативные программы, негативные мыслеформы, а также все низкие аббрационные эмоциональные энергии. Эмоциональная ересь генерированная проецируется на ее эмоциональном фантоме. И фантом выходит. Он у нее искаженный такой злой фантом, потому что она иногда глазами Демона смотрела. Понятно. Хорошо. Кристи, а эти энергии вы сами сгенерировали, вы готовы от них отказаться? Да. Сворачивай энергии в шар, забираешь Демон? Да, забираю. Отправляю Демон. Готов. Готов уходить? Да. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте Демона. Один, два, три. Демон забирает, что принес, уходит на свою частоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готов. Хорошо, у нас остался Синий Дракон и Лизард. Я прошу Ли выйти со мной на связь. На связь. Ли, посмотри, пожалуйста, у меня Синий Дракон 2871 находился один год в биополе, но он находится еще в школе, где человек обучается и подключен к другим людям через эту плату, получает там энергию. Он интересен для тебя? Это не обязательно школа. Мы сберем его, проверим помещение и остальные подключки. Благодарю тебя. Его забрали. Хорошо, Лизард. Ты это все видел. Ты понимаешь, если я тебя еще раз увижу, ты уйдешь туда же. Ему жарко, он плохо дышит. Боится и хочет уйти. Очень хорошо. Надо было раньше бояться. Готов уходить? Даже надулся как-то. Готов, да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте Лизарда и отправляю его на его частоту. Закрываю, опечатаю, растворяю. Все, хватит. Готово. Поехали дальше. Поехали по частотам. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Хорошо, Кристия, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Ой, я не могу описать разницу. Я чувствую себя свободно, уверенно. А главное, я знаю, кто я. Это дает мне такую силу и защиту. И я как будто дома. Отлично. Продолжение следует...